В эфире Первого Балтийского канала информационный блог «Доброе утро, Таллин». Сегодня у нас в гостях министр государственного управления Михаил Корп. Михаил, доброе утро. Доброе утро. Наконец-то принято решение по поводу дефицита больничной кассы. Правительство решило выделить дополнительные средства. Да, действительно, так оно и есть. Пять дней, два дня на этой неделе, три дня на прошлой неделе правительство обсуждало государственную экономическую стратегию, бюджетную стратегию, и чем она так важна, и чем она отличается от принятия бюджета. Дело в том, что стратегия определяет, в принципе, бюджет как таковой. Но она это делает не на один год, а на четыре, потому что планировать государственный бюджет на один год не совсем правильно, а бюджет всегда планируется на четыре года вперед и, соответственно, определяет основные приоритеты и направления. Конечно же, жаркие споры и дискуссии велись вокруг больничной кассы, и, в принципе, если говорить о рамках четырех лет, то сумма, которая выделена на дополнительную больничную кассу, 215 миллионов, совсем не маленькая, даже, наоборот, очень большая, она будет постепенно увеличиваться. Но самое главное, принцип, будет внесен новый принцип финансирования больничной кассы, это то, чего добиваются сегодня врачи, то есть, или, скажем, активисты врачей, это будет изменен сам принцип финансирования больничной кассы, а именно со следующего года государство будет платить ту часть социального налога, социальный налог, который перечитается в больничную кассу, за пенсионеров. То есть, до сегодняшнего дня платят налог только, скажем так, работающие жители Эстонии, а в будущем также за пенсионеров будет выноситься 13% со стороны государства. Ну, если говорить о суммах, то где-то в год эта сумма составляет порядка 100 миллионов евро, это достаточно большая сумма, поэтому в этом была сложность найти эти деньги. Но государство сразу все 13% уже в 2018 году носить не будет, первый шаг это будет 7%, потом 10%, 11%, и так за 5 лет эта сумма дойдет до 13%. И я думаю, эта сумма, скажем так, направлена на то, чтобы в первую очередь снизить очереди, или ожидания в очереди на, скажем так, врачебные услуги. То есть, сегодня, наверное, самая большая проблема в эстонском обществе, это как раз... Попасть к врачу-специалисту, отстоять очередь. Абсолютно верно. Иногда ты должен ждать полгода, иногда 8 месяцев, иногда до нескольких лет. И, конечно же, эта сумма, эти дополнительные средства направлены на то, чтобы очереди сократить в несколько раз. Это то, о чем говорили медики уже много лет. И сегодня, в принципе, вчера политики приняли такое окончательное решение о том, что эту ситуацию нужно изменить, и предприняли к этому конкретные шаги, и выделили на это достаточно большие средства. Насколько эти средства помогут исправить сложившуюся уже за годы ситуацию, неблагоприятную ситуацию в сфере медицины? Ну, министр, отвечающий за эту сферу деятельности, сказал, что в разы сократить очереди. Я думаю, что шаг за шагом эта ситуация изменится к лучшему. Ну, а что касается непосредственно столицы, какие бюджетные решения были приняты по городу Таллину? Да, действительно, если говорить о бюджете будущего года, 18-го года, немножко рано, но уже, скажем так, правительство ведет над ним работу, общий объем бюджета, конечно, огромный, это 10 миллиардов евро, но в нем очень много хороших, позитивных вещей. Ну, во-первых, это увеличение зарплаты педагогов, во-вторых, это, конечно же, различные социальные пособия, которые направлены на ребенка, например, будет сильно до 300 евро увеличено пособие на третьего ребенка, то есть сумме на трех детей государство будет выплачивать семье 500 евро. А если говорить конкретно о Таллине, то город Таллинн тоже получит достаточно большие субсидии. В первую очередь мы говорим о реконструкции городского холода, то есть объекта, о котором уже говорят много лет. Также будет реконструирован стадион Калев. Ну, а очень важное событие, очень важное событие для всех местных самоуправлений Эстонии, то, что государство решило восстановить сниженный в 2008 году во время кризиса подоходный налог. Тогда было очень сильно урезано финансирование местных самоуправлений, и государство решило вернуть эту сумму обратно местным самоуправлениям, и на это будет выделено порядка 30 миллионов. И если говорить о городе Таллине, так как он составляет фактически треть от всех жителей Эстонии, то доля Таллина будет порядка 7-9 миллионов евро. И эти деньги не связаны с какими-либо конкретными обязательствами. То есть город Таллинн сможет эти деньги направить на благо горожан в таком виде, в котором сам желает нужным. На благоустройство, на строительство детских садов, на ремонт школы. То есть это будет решать Таллиннское городское собрание само. Спасибо большое, Михаил. Успехов вам. Информационный блок «Добрый утратарин» подошел к самозавершению. Напоминаю, что у нас в гостях был министр государственного управления Михаил Корп.